До недавнего момента я относился к любым слухам о PlayStation 5 Pro и Slim с определенной долей скепсиса, ведь зачастую какие-то массовые консольные апгрейды происходят только в середине их жизненного цикла. А тут обсуждения этих несуществующих версий начались еще задолго до релиза самой пятой плойки. Да что уж там жалкие разговоры о PS5 Pro и Slim. У некоторых инфо-цыган еще в 2020 году уже вышли и PlayStation 6, и PlayStation 7, и другие невероятные гаджеты будущего. Короче говоря, тема новых консолей настолько мразотная и спекулятивная, что касаться ее на этом канале мне тупо не хотелось. А если я и говорил что-то про новые ревизии PlayStation 5, то всегда только в духе не ждите несуществующего и покупайте то, что реально. Но тут буквально пару недель назад подвалила довольно интересная и реалистичная информация про PlayStation 5 Slim, которая не только детально описывает новинку от Sony, но и ставит все точки над «и», объясняя, почему сама компания все еще не заанонсила эту новинку и до сих пор держит нас в неведении. Ну и как вы уже могли догадаться, сегодня я и поделюсь с вами этой информацией, а также расскажу все, что только известно о новой версии PlayStation 5, начиная от того, сколько она будет стоить и заканчивая датой релиза. Если вы задавались вопросом о том, где можно дешево и удобно приобретать игры для PlayStation, то телеграм-канал SmartPlay — это именно то, что вам сейчас нужно. Ведь тут вы сможете приобрести все актуальные игровые релизы, а также сделать предзаказ на грядущие хиты, такие как Hogwarts Legacy или Atomic Heart. Но самое главное, так это то, что если в игре существует русская озвучка, то она у вас будет. К примеру, там можно взять Ragnarok с русской озвучкой. Также помимо игр, в этом магазинчике можно приобрести и другие цифровые товары, вроде EA Play или обновленные подписки PlayStation Plus, которые, кстати говоря, вмещают в себя более сотни топовых игр и отлично подходят для новичков, которые только недавно влились в экосистему плойки. Что же касается работы самого сервиса, то все делается очень просто и быстро, а все покупки совершаются на ваш личный аккаунт, зарегистрированный на вашу личную почту. Но об этом вы можете почитать и сами, ведь все самые важные детали и так уже хорошо описаны в закрепленном посте. А еще вы можете почитать более тысячи положительных отзывов и полистать комментарии, дабы самостоятельно убедиться в добросовестности этого продавца. Ну а начнем мы, пожалуй, с самого главного. С того, почему сама компания Sony не спешит разглашать информацию о PlayStation 5 Slim, хотя та якобы уже готова для демонстрации. А дело тут в том, что PlayStation 5 Slim не будет простой добавочной версией консоли. Нет, она станет заменой для нынешних приставок. То есть те толстые и большие PS5, которые есть сейчас, просто перестанут производить, а все производственные мощи кинут на штамповку новых улучшенных версий. И да, естественно, от этого старые консоли никуда не денутся, а все, кто уже купил PlayStation 5, смогут просидеть на них до конца поколения, без каких-либо проблем. Но если компания прямо сейчас пойдет и честно скажет людям, что да как, то продажи пятой плойки моментально упадут в самое днище, и будут там висеть вплоть до выхода PlayStation 5 Slim. Ведь зачем покупать заведомо фейловую версию консоли, когда на горизонте уже маячат замены? А потому и официальный анонс PlayStation 5 Slim произойдет только тогда, когда новые консоли будут уже вплотную подбираться к магазинным полкам. Ну и если с позиционированием PlayStation 5 Slim мы вроде как разобрались, то пора уже объяснить, что из себя будет представлять новая пятая плойка в плане начинки. А представлять она из себя будет видоизмененную и облегченную PlayStation 5 Digital, с некоторыми довольно забавными нюансами. Для начала это, конечно же, пляски с дисководом. Его тупо не будет, по крайней мере в базовой версии PlayStation 5 Slim он точно не планируется. Ну а чтобы люди не воняли по поводу уже купленных дисков, им будет предложен вариант с внешним дисководом, который, конечно же, можно будет докупить за дополнительную плату и подключить к консольке через Type-C разъем. И, конечно же, такой дисковод будет подходить только для Slim-версий, в то время как старые Digital-версии таки останутся без возможности читать диски. Возможно, вы скажете, что это какая-то тупость, и так по-скотски делать нельзя. Но на самом деле можно, и так в принципе всегда и делают. Так что ничего удивительного в этом нет. Да и в целом, попытки отвадить людей от дисковых копий всеми доступными методами предпринимаются уже довольно давно. И возможно, что именно PlayStation 5 Slim в этом неплохо так преуспеет. Ведь я даже не представляю, насколько ублюдочен и неудобен будет внешний дисковод. А самое главное, сколько он вообще будет стоить, и где его можно будет купить. Да и вопрос о том, можно ли его будет заменить каким-то китайским аналогом, или же PlayStation 5 будет работать только с фирменным продуктом, довольно интересен. Также, помимо нормального дисковода, PlayStation 5 Slim потеряет и съемные панели по бокам, которые некоторые называют крыльями. Как-то вот у Sony вообще не взлетела эта тема с кастомными панельками. Они-то думали, что смогут продавать эти крашеные куски пластика по оверпрайсу, и люди заинтересуются в таком необычном апгрейде. А в итоге, большинство просто сидит со стандартным белым цветом. Ну а тех, кто всё-таки не против украсить PlayStation 5, уже давным-давно обработали шустрые китайцы с Алиэкспресса. Собственно поэтому, у PlayStation 5 Slim вся конструкция будет полностью цельной и без каких-либо непонятных съемных элементов. А вот что касается внутренностей, веса и внешнего вида самой консоли, то эти данные всё ещё под большим вопросом, и точных ответов тут пока нет. Но кое-какие моменты известны уже даже сейчас. Например, то, что процессор Slimki будет базироваться на более современном 5-нанометровом техпроцессе, который хоть и не даст каких-то преимуществ производительности по сравнению со старыми версиями консоли, но зато позволит Slimki стать более компактной и энергоэффективной. Ведь тут работает следующая логика. Чем современнее техпроцесс, тем меньше греется консоль. Чем она меньше греется, тем меньше ей нужно охлаждение. А чем меньше ей нужно охлаждение, тем меньше и эргономичнее она будет. Ну а вот насколько меньше и сколько лишних грамм или даже килограмм удастся убрать у PlayStation 5 благодаря новому техпроцессу, пока всё ещё неизвестно. Эксперты, конечно, сходятся к мнению, что вес PlayStation 5 Slim будет где-то около 3-3,5 кило. Но опять же, это всё чистого рода спекуляции. И если уж и спекулировать, то давайте хотя бы о чём-то более интересном. Например, о стартовой цене PlayStation 5 Slim. А о цене известно точно только одно. Она будет явно ниже, чем у стандартной PlayStation 5 с дисководом. Хотя бы за счёт того маленького фактора, что у неё не будет этого самого дисковода. Да и более современный техпроцесс и меньшее количество деталей тоже могут неплохо так повлиять на конечную стоимость консоли. И скорее всего, за новую версию PlayStation 5 будут просить около 400 бачей. При этом, также сохраняется и вероятность того, что PlayStation 5 Slim будет продаваться сразу в нескольких вариантах, которые будут отличаться не только комплектацией, но и начинкой. Например, Sony могут попытаться спародировать Xbox Series S и сделать вариант Slim с уменьшенным дисковым пространством на полтерабайта, который будет продаваться за 350 вечно зелёных бумажек. Да и в целом, они могут неплохо так поиграться с ёмкостью SSD-шника, и налепить сразу несколько разных версий, от уже озвученного бич-варианта до чего-то более объёмного. Ну а выйдет всё это добро в свет уже в этом году. И как всегда это бывает с консолями, аккурат под новогодние праздники. А если быть точнее, то где-то в октябре-ноябре, когда видеоигровая индустрия каждую неделю плюётся новыми необычными проектами, а карманы потребителей буквально лопаются от переизбытка финансов. Правда, это конечно произойдёт только в том случае, если все слухи о PlayStation 5 Slim действительно оправдаются. А самое главное, Sony не даст заднюю и сделает всё, как и задумала. Ведь как бы не были правдивы эти слухи, какими бы достоверными не были инсайдеры, всё это не имеет никакого значения, пока сама компания об этом не объявила. И тут даже не важно, ложные это слухи или нет, ведь всё это может просто отмениться или переделаться в самый последний момент. Вспомните хотя бы истерику с Nintendo Switch Pro. Тогда о сыче, который может 4К, писали даже самые уважаемые и рукопожатные инсайдеры и журналы. Были действительно какие-то разработки, были схемы, но в последний момент всё просто переписалось, и вместо ожидаемого Switch Pro люди получили Олежку. Так что пожалуйста, будьте поосторожнее со своими ожиданиями, ибо ожидания это очень опасная штука. И мало того, что вы можете просто-напросто разочароваться в ожидаемой вещи, так вы ещё и можете войти в стадию перманентного ожидания и превратиться в тех странных персонажей, которые не покупали PlayStation 4, потому что ждали PlayStation 5, а сейчас не покупают PlayStation 5, потому что ждут PlayStation 5 Pro.